Всем привет! Давайте подводить итоги по курсу Elementary, точнее English File, уровень Elementary, четвертое издание. Сегодня я пробегусь по каждому юниту, как раз освежите в памяти все, что было вообще в курсе, ну и плюс, если что-то подзабыли, будете просто знать, где искать и что пересмотреть. Начнем мы с чего? Ну, получилось примерно материал от часов на 26, это я примерно считал, учебник этот гораздо больше, чем предыдущий, что логично, и еще плюс к этому, получилось где-то часов на 10 разбор workbook, кстати, все юниты которого уже готовы и выложены на бусти. Не без косяков, конечно, но я, пожалуй, отложу весь перфекционизм куда-нибудь подальше, просто потому что если там пересобирать, перемонтировать видео каждый раз, когда у меня обнаруживается там опечатка, оговорка или вообще какая-то моя невнимательность, то это все дело растянется, наверное, лет на тысячу, конечно. Поэтому вообще не стесняйтесь, если вам какой-то момент вдруг показался странным, пишите об этом в комментариях, я буду как раз закреплять такие комментарии и там перечислять списком, что в видео было не так, если, конечно, такого накопится много. Ну вот, кстати, пользователь с ником задрот нашел много всего такого, поэтому спасибо тебе, дружище. Еще одна вещь, кстати, тоже немаловажна, спасибо всем за комментарии и за лайки, я прям вижу, что есть активность, это правда помогает не забрасывать, когда видно, что помаленьку, но все это дело куда-то двигается, движется. Также спасибо всем тем, кто подписался на Boosty, тоже было очень приятно, я помню, хотел брать такой большой перерыв, когда уже голова очень сильно от этого всего болела, тут бац, в течение нескольких дней там, помню, 4 или 5 человек подписалось платно, я такой оп, надо продолжать. В принципе, вот так это и работает, спасибо еще раз. Немножко теперь пробежимся по планам. Да, дальше я сажусь, конечно, за Pre-Intermediate, это уже следующий уровень. Не знаю, сколько будет перерыв, но мне нужно немножечко отойти, то есть даже если мне сейчас закрыть глаза, мне мерещатся Adobe Premiere, скриншоты, дорожки, аудишн. Конечно, хочется сесть и сразу же продолжить, но вот физически немного уже, ну, вы понимаете. Лучше за новый курс, мне кажется, со свежей головой садиться. Еще одна вещь есть, я все-таки буду искать замену Speak Out, так как учебник, честно, точно такой же, как English File, но только хуже раза в 3. То есть хочется все-таки какие-то линейки брать для разбора, которые чем-то отличаются друг от другом. Также параллельно начну выпускать еще одну линейку, это точно, она уже в планах. Эта линейка стартует сразу же с уровня Elementary, там нет Beginner, и все это будет чисто на английском языке, без перевода, и все объяснения будут через английский, насколько это все возможно. Вся лексика тоже будет там дублироваться синонимами. В общем, такой курс будет, увидите, уже скоро. А по поводу про Intermediate, знаете, я, наверное, ничего не буду менять глобально. Может, конечно, подсокращу все-таки объяснение на русском языке, но лексика, переводы текстов и аудио, ну и какое-то объяснение грамматики, там, пояснения останутся на русском все же. То есть мне хочется сделать так, чтобы ознакомливались с языком через курсы English File, а потом на других курсах уже что-то отшлифовывали. Еще где-то потихоньку параллельно накидываю разговор на лексический курс, где мы будем брать там тему отдельно какую-то, разбирать слова, которые нужны, и учиться отвечать на вопросы, да, и учиться, собственно говоря, эту лексику применять. Пару сценариев есть, вроде бы кажется годно, но теперь нужно будет это все дело скомпоновать, выложить и уже посмотреть результат. Надо это будет делать, не надо, как вам зайдет, но это посмотрим. Это все в планах. Теперь немного моих опасений. Ребят, смотрите, чем больше видео выходит, чем больше народу скапливается, естественно, сейчас у меня появился такой вот страх потерять все и сразу, особенно канал на YouTube. Причин может быть много, я думаю, не стоит пояснять почему. Если вдруг что-то выложу, да, YouTube это не понравится, и он такой, ну, чувак, это уже перебор, на тебе фуру страйков, добро пожаловать. Поэтому обязательно подпишитесь на телеграм-канал, ссылка в описании, чтобы не теряться и держать связь. В случае чего, может, даже будем коллективно думать, на какую площадку переходить потом, в случае чрезвычайных ситуаций. Но еще также я веду параллельно группу ВКонтакте, да, она, конечно, нуждается в доработках, сейчас это выглядит просто как сборник видеозаписей, но все же ей я тоже буду заниматься. Если, кстати, пользуетесь ВКонтакте активно, поэтому можете вступить в паблик и смотреть все эти видеоуроки, в принципе, там. Благо, видеоплееры, они плюс-минус похожи, и там тоже есть тайм-коды, по которым можно щелкать в случае чего. Так, ну, по новостям, по планам все, вроде все обсудили. Кстати, ваши какие-то пожелания, может, какие-то комментарии есть, если что-то хотите увидеть там в следующих курсах, если какие-то идеи есть, что-то добавить, что-то наоборот убрать, что-то раздражает. Можете, в принципе, писать все это дело под этим видео и использовать его в качестве такого обсуждения. А там посмотрим, что убрать, что оставить. Если какие-то идеи будут прикольные, тоже пишите об этом. Ну что ж, друзья, теперь поехали по юнитам. Первый юнит нас встречает глаголом to be в настоящем времени. Куда же без него? Am is are. Там еще были дни недели, числа от 0 до 20, такие вот ситуации знакомства, прощания. Такой вот вводный урок, особо ничего не добавишь, он есть во всех учебниках. Далее у нас повторяются страны и числа уже больше 20, но обычно они достают глагол to be в отрицании вопросов. Вторая часть, она очень хорошая, ну, наверное, за исключением викторины или квиза. Там не всем интересен футбол, поэтому кому-то это покажется, может быть, скучноватым. Третья часть первого юнита у нас просто слова my, your, his, her. Помните, это possessive adjectives, чтобы показать, что кому что принадлежит. И также вся эта часть про ситуации, которые могут возникнуть, когда вы учитесь очно в классе. То есть тут ничего особенного, но, наверное, мне понравилась уже отсюда аудиозапись, когда нужно было заполнить анкету в соответствии с ответами человека. Она здесь, в принципе, прикольная. Далее у нас следует часть Practical English, отель, регистрация. Ну, не факт, что это все совпадает с реальностью, то, как показано на все 100%. Сейчас, конечно, все люди делают онлайн, все по-другому, тыщут пальцем смартфон, если какие-то ситуации возникают, но для общего развития пойдет. Второй юнит у нас. Очень много слов. Предметы, которые нас окружают. Здесь все хорошо продумано, можно пополнить свой словарный запас, поработать с единственным множественным числом, научиться называть предметы. Помните, как it's a pen, there are pens, несколько предлогов in, on, under и хорошее аудио в конце. Вторая часть у нас затрагивает прилагательные, цвета. В общем, то, как можно примитивно описать предмет или ответить на вопрос, какой это предмет или какая это ситуация и так далее. Ну, выразить свое мнение, естественно. Лексика классная здесь, ничего лишнего, но тексты для чтения тут на самом деле такое себе. Различие между британским и американским английским. Здесь, конечно, все очень утрировано. Подано-то хорошо, а вот задание к этому тексту, ну, плюс-минус на троечку. Ну, тут на любителя тоже. Третья часть у нас про императивы и эмоции. Ну, помните, это слово страшное, но это сделай вот это, либо не делай вот это. Эмоции какие-то самые базовые, то, что нужно. Два неплохих аудио, неплохие истории. Но вот в конце есть видео листенинг. Для автолюбителей, может быть, это будет прикольно, а для тех, кому машины, ну, особо говоря, неинтересны. Может быть, само видео покажется отвратительным, не знаю. Ну, что поделать, нельзя угодить всем. Дальше у нас идет контрольное за первый и второй юнит. Понравилось задание, где нужно ввести в кружок лишнее слово. Это заставляет немножечко подумать и повспоминать слова. Ну, в принципе, сделано неплохим образом. Текст у нас про Нью-Йорк, чем там можно заняться. И это, кстати, если вдруг кто-то из вас разбирает эти контрольные работы, и вам вот показалось, что выбор текстов там, мягко говоря, странный, и как-то тексты не особо отражают то, что было, ну, то, что происходило в юнитах предыдущих, то вам так не кажется, такое вот есть. Но это нормально, здесь скорее больше, наверное, на интуитивное понимание языка, нежели чем на проверку лексики, поэтому такие вот тексты в контрольных, что поделать. Ну, некоторые есть прикольные, некоторые мне были, например, абсолютно непонятны. Не в смысле языка, а в смысле, почему именно вот это было выбрано. То есть вот такая вот ситуация. Третий юнит. Классная первая часть, фразы самые популярные, present simple здесь хорошо сформулирован, тексты, фразы, все круто. И в конце отличный текст с прикольным заданием, где вам просто нужно определить отношение человека к стране, то есть позитивно, негативно или как-то средне. Ну, еще speaking, то есть говорение, построенное на том, чтобы сказать что-то плюс-минус то же самое, что говорили эти люди в тексте, только уже о своей стране, либо про свою страну. Вторая часть третьего юнита. Слова по теме работа, present simple, вопросы. Ну, do, does, по-другому, куда же мы от них денемся. Отличная часть. Классный лисенинг. Прям вот супер подобрали. Наверное, это одно из моих любимейших заданий во всем учебнике. Это где вот такое радио-шоу, где собираются участники, задают друг друга вопросы, и отвечают на них «да», «нет», и пытаются догадаться, у кого какая работа, у кого какая профессия. Это прям очень классно расставляет все по полочкам про вопросы. То, что миллион вопросов, вы их слышите, и вы их потом можете уже идентифицировать в чьей-то речи, ну, также и ответить на эти вопросы «да» либо «нет». Кстати говоря, тоже у людей с этим возникают проблемы. Третья часть. Хорошее аудио. Люди знакомятся, задают друг другу какие-то вопросы, и с помощью этого вы запоминаете уже теперь порядок слов в вопросах. Здесь на этом прям фокусируется все остальное. Выучите также здесь вопросительные слова, и это, ну, это отличное, наверное, продолжение предыдущей второй части. И, короче говоря, говорение, speaking здесь довольно легкий и прикольный. То есть третий юнит вообще сам по себе супер, к нему претензий вообще никаких нет. Present Simple здесь подан отлично в English File. Прямо за это респект. Так, по поводу части Practical English. Она здесь идет под номером 2. Ну, ее похвалить я не могу. Как-то все хаотично, как-то все сумбурно. Разве что неплохие задания к видео, а так отыгрывается поход в ресторан-кафе, заказ чего-либо, там, кофе попить, какие-то пока банальные фразы, примитивные. Ну, и эта тема потом будет развиваться в дальнейшем в остальных частях Practical English. Но актерская работа замечательная, обожаю этих людей, Роб и Дженни. Прям и история развивается супер. В принципе, часть Practical English можно смотреть только из-за них. Четвертый юнит. Начинается все с того, как показать принадлежность кого-то, кому-то, и такие вот ситуации. Это называется притяжательный падеж как раз. Там Mike's Car, машина Майка. Ну, надеюсь, понимаете, о чем я, если вы проходили уже этот юнит. Вот, смотрите, тут так получилось, что вступление и разогрев грамматики, он просто отвратительный. Он вообще не помогает никак включиться в тему, а если вы еще не любите там звезд, актеров, то это прям комбо. Однако сама грамматика подана неплохо. То есть упражнения хорошие, помогают научиться пользоваться притяжательным падежом. Слова по теме у нас идут семья. Также есть тут не только mother, father, да, но есть mother-in-law, father-in-law, то есть там, например, отец жены, отец мужа и тому подобные слова. На них тоже можно обратить внимание. Вот. А в конце нас ожидает довольно хороший лисенинг, чтобы потренироваться. Вторая часть четвертого юнита – это предлоги времени и места и рутина. Хороший текст про хирурга в самом начале и хорошее упражнение грамматики. К ним вообще никаких претензий. Но нас потом ожидает очень плохой лисенинг. То есть для элементрии это было действительно тяжело и как-то муторно. Там про мальчика-школьника. Однако есть огромный плюс в этой части. Так это, я имею в виду, слова по теме рутина. То есть все прям как надо, ничего лишнего. Этих фраз и слов очень много. Они запоминаются, они очень полезны. То есть за это огромный плюсик. Вот. Третья часть. Шикарно поданы на речи частотности и то, как часто что-то происходит. Там у нас sometimes, always, hardly ever. Это мы ставим на второе место, а в конец там у нас были такие фразы, как every day, once, twice, three times a year, или a month. Ну, надеюсь, что-то помнится еще из этой части. Отличные упражнения на грамматику. В целом все запоминается, а в конце шлифуется это все дело текстом. Ну, еще раз повторю, здесь все отлично, и плюс неплохой документальный ролик в конце, он мне тоже понравился. Далее идет у нас тест за третий и четвертый юнит. Отличные контрольные, тексты заданий к нему хорошие, видео тоже понятные и тест к нему. Ну, разборы и ответы доступны на Boosty. Если кто-то проделал, можете перейти по ссылочке, там свериться как раз было, и у вас все ок, так ли вы все это дело поняли. Пятый юнит. Опять ситуация такая, разогрев грамматики прям плохой. Там соревнования по пению, немного кринджово, мне прям эти моменты было странно слушать. Ну, других слов особо не подберешь. Но сама грамматика подается отлично. В этом, конечно, English File преуспел. То есть там упражнения на can-can't, много отработки, модальные глаголы. С ними, ну, на самом деле, не так уж и сложно работать, они же у нас никак не изменяются. Главное просто научиться их произносить и знать несколько фраз, которые можно именно с ними применять. А в конце здесь ожидает неплохой спикинг и, в принципе, задание на произношение. Вторая часть. Знакомство у нас идет с Present Continuous. Слова по теме шум, звуки. Кстати, очень классно они это все связали и подали единой темой. То есть это вот такой прикольный шаг со стороны авторов. Я бы не подумал, на самом деле, что это так можно подать. Отличные аудио и тексты, говорения здесь нет, потому что его сложно устроить с этим временем, которое происходит прямо сейчас. Единственное, что можно, да, сидеть и выдумывать. Наверное, прямо сейчас мой друг играет в компьютер. I think my friend is playing video games right now. То есть, чтобы отработать это время, вот это вот Present Continuous, то, что происходит сейчас, это только заниматься, я не знаю, выдумыванием. Либо представлять телефонные разговоры. Понятно, почему здесь говорения и нет. Третья часть. Ну, здесь про погоду, про времена года. И тут у нас битва между Simple и Continuous. Большой текст, разделенный на четыре части. Неудобно, конечно, было с ним в видеоформате работать, но в целом плюс-минус, тут в этой части все хорошо. Дальше у нас идет часть Practical English. Она называется в магазине одежды. Там одежда, цены и вот эти четыре слова this, that, these, those. Правда, этим словам посвящено здесь очень мало внимания. Точнее, практически они тут появились только в одном упражнении, да и все. Так что, если вы их не понимаете, как их использовать до сих пор, введите прямо эти четыре слова в Google this, that, these, those. И почитайте хотя бы пару статей, неважно там на английском, на русском, просто посмотрите примеры, для чего они используются, как они используются. И особенно поучитесь произносить this, these. Вот эта разница между это, эти. Это тоже такая головная боль, но если потренироваться, то все это дело укладывается, усваивается. Шестой юнит. Объектные местоимения, рассказ истории, пересказ. Сложно, но хорошо сделано. То есть там история, всякие там сказки и пересказ в конце длинной истории. Очень важно это сделать, да, и вообще пересказы сами по себе важны для изучения языка, потому что можно навечно застрять на вопросах what's your favorite TV show и отвечать на что-то подобное. Пересказы все же, еще раз повторюсь, нужны. Вторая часть посвящена у нас тому, как сказать, что вам нравится делать, что вам не нравится делать. Там, например, I like playing video games, I hate doing my homework, she likes going to the park, и так далее. В словах у нас тут стоит порядковые числительные и даты. Сложная штука. Ну, их можно легко запомнить, как они произносятся, да, там the first, the second, the third, the fourth, the fifth, но их очень тяжело произносить, это раз, и их очень тяжело писать. То есть именно когда будете изучать порядковые числительные, обратите внимание, как они пишутся, то есть особенно какой-нибудь там the thirties, the twenties, какие там еще сложные есть, the twelfth, там они довольно необычным образом формируются. Вот, это еще раз можно все посмотреть. Ну и даты, конечно. Даты довольно сложная тема. Аудио, тексты, грамматика очень хорошие здесь, здесь ничего не скажешь про погоду и месяца, и такие вот разные ситуации. Третья часть у нас про музыку. Я не знаю, с одной стороны, вроде годно, но мне она что-то вообще не понравилась. Ну, как бы здесь особо ничего нового нет, за исключением слов, которые связаны с музыкой и там с музыкантами, которые играют на том или ином инструменте. В принципе, плюс-минус, но можно отметить, что есть интересные видео в конце про уличного музыканта, и задания к этому видео тоже можно проделать. Далее у нас идет тест за пятый и шестой юниты. Тут про него вообще ничего не скажешь, он просто средненький. Часть грамматика и вокабло и хорошие, ну, а текст опять такое себе, но это на вкус и цвет, может, кому-то понравилось. Ну, а я тут, видите, недоволен, а может, наоборот, хороший, не знаю. Я вам просто говорю, как на собственное мнение, потому что я этих текстов перечитал уже миллион. Седьмой юнит. Тут потихоньку начинается вводиться по simple, и начало, конечно, у нас всегда идет с was, were, это вторая форма глагола to be разогрев, грамматика, чтение, говорение. Тут, в принципе, все это хорошо подано. Эта часть, ну, она, как сказать, она нормальная, то есть особо ничего не добавишь. Единственное, что тема автопортреты, они как бы это привязали к селфи, но в то же время про прошлое. Ну, не знаю, может быть, кому-то интересно будет об этом почитать, там, про известных людей, про их автопортреты и так далее. Ну, кому-то будет не очень. Оговорение здесь у нас про селфи, ну, и вроде я тоже подумал, да что можно рассказать про селфи, но там, в принципе, интересные вопросы, про это можно много всего наговорить, как оказывается, почему бы и нет. Вторая часть у нас, тут уже появляются правильные глаголы, презентованы это с помощью большого ридинга и лисенинга, ну, то есть, по сути, большой текст, много читаем, много слушаем, и так постепенно как раз ознакомимся с Pass Simple. Только вот сама история про ошибки людей при бронировании билетов, там, при путешествиях, какие-то довольно запутанные истории, и, на мой взгляд, они немного мне показались скучноватыми. Вот, но при этом грамматика, говорение, здесь все в порядке, с этим все окей, ну, в части вокабло, и у нас выражения прошлого времени, они нам обязательно нужны при изучении Pass Simple, тут от этого никуда не деться. Так, вот третья часть седьмого юнита, здесь тема у нас Новый год, да, у нас у каждого человека есть какие-то воспоминания, может быть, светлые, может быть, не очень, то есть, положительно-негативные, и, в принципе, можно из себя что-то вытащить. И как эта часть построена? Она вся построена на том, что нас просто готовят к тому, чтобы в конце мы выдали либо длинный спикинг, либо сделать это все в письменном формате, чтобы мы с вами рассказали про какой-то памятный Новый год. То есть, вот такая вот часть. Сначала готовитесь, а потом вот как финал вы даете что-то свое такое. Ну, кстати, прикольно получилось, почему бы и нет. Четвертый Practical English. У нас здесь места, направления, как добраться, как спросить дорогу. Конечно, есть пару прикольных заданий, где они связаны с видеокартами и тому подобное, но тут особо ничего не добавлю, просто средненький Practical English. Опять респект за Роба и Дженни, они в сердечке. Так, восьмой юнит. Весь про криминалы, про убийства. Ну, прикольно, конечно, но тут прям подготовка для того, чтобы научиться понимать книги. Они же у нас в основном написаны все в Pass Simple, да, какие-то истории, что произошло, когда произошло, кто где был и так далее. Вначале дана неплохая история и в тексте, и в аудио формате, мол, догадайтесь, кто убийца. Ну, тут как сделано? Если вам язык давался легко, имеется в виду, если вы понимали все, что происходит, то вы наверняка легко догадались, кто убийца. А если вам было сложно понимать в целом, что происходит, тогда это, конечно, потяжелее, это создает некий челлендж, все равно при изучении. Вот. А грамматика здесь посвящена смешиванию правильных и неправильных глаголов, нужно учиться все это дело применять одновременно. Вторая часть у нас there is, there are. И этим все сказано. Что-то где-то есть. Тут же идут проблемные слова сам any, они всегда идут, ну, не сбоку, как бы в купе there is, there are. А слова, соответственно, на которых делается упор, это дом, мебель, комнаты, части дома и тому подобное. Большое аудио здесь, где люди подбирали себе дом для того, чтобы его арендовать или снять, и, соответственно, дается описание, как сказать, что что-то где-то есть. Третья часть. Мистика, призраки, комната, 3, 3, 3. Основная идея такая же, как и в предыдущей части, только теперь не there is, а there was, there were. То есть там было, там были. То есть когда мы говорим, что в прошлом где-то что-то было про предметы, может быть, или про людей, тут в принципе не важно. Единственное, что здесь очень хорошо поданы предлоги места и движения, они нам очень нужны. Отдельно отмечу, что здесь хорошая часть произношения, согласные, которые не произносятся. Помните, как я говорил, они якобы есть, но их якобы нет. Точнее, как бы есть, как бы нет. Представлены популярные слова с такой ситуацией, ну и проговорить это все дело и обратить на это внимание будет не лишним. А в конце небольшое видео про населенный призраками замок. Ну, плюс-минус здесь пойдет. Вот по поводу теста седьмой, восьмой юнит, в нем все хорошо. И текст прикольный, и также проверяется по симпл, и предлоги, и the reader, по сути, все, что вы проходили, здесь все это слеплено. Наверное, это одна из самых лучших контрольных работ здесь в English File. Девятый юнит. Еда, и этим все сказано. Ну ладно, шучу. На самом деле, в первой части тут прорабатывается проблемный момент с артиклями и также со словами сам Энни, а в конце еще же говорение, посвященное еде и довольно прикольные вопросы. То есть, тут есть чем покопаться. То есть, еду не пропускаем. Вторая часть, она вообще в целом называется сахар и соль, да, белое золото, если помните. Я не знал, что этому можно посвятить весь урок, вот, но два продукта эти тут фигурируют постоянно. Однако, здесь нас интересует именно грамматика, потому что нам подается how many, how much, это вопросы сколько, исчисляемые, неисчисляемые, существительные, вы их тут учитесь различать, там какие-то емкости для еды, containers, да, и такие слова, как там немного, чуть-чуть, много, в общем, про количество. И в конце такой небольшой прикольный speaking-тест, там есть где развернуться, какие-то комментарии добавить, выбрать, и вообще, в принципе, супер. Третья часть была очень сложная, это про большие числа, это вообще головная боль, с ними можно долгое время работать, вот, но сама грамматика, что касаемо comparative, это сравнительные формы, они довольно легкие, то есть, это что-то, это кто-то быстрее, что-то больше, там, bigger, faster, more interesting, more exciting, и тому подобные моменты. А это все дело помогает запомнить нам, ну, тут очень-очень много аудио, и в конце текстно почитать, чтобы это все отшлифовать. В целом, прикольно все построено. Пятая часть, practical English. Здесь у нас опять все про рестораны, про меню, про заказы, особо тоже ничего не скажешь, пару прикольных заданий есть про видео, наш любимый Rope & Jenny здесь, есть с чем поработать, но, в целом, плюс-минус, окей. Десятый юнит. Тут объединяются превосходные формы и лексика по теме города и места. В общем, это все сделано для того, чтобы поучиться, да, порекламировать ваш городок. То есть, тут самые лучшие парки, самые классные клубы, самые прикольные ночи и так далее. То есть, превосходная форма. Как помните, там, the biggest, the most interesting, the best и тому подобные вещи. Ничего сложного в этой части не было, а вот единственное, в конце текста, там, текст про город, где опасно переходить дорогу. Ну, не знаю, мне он что-то не особо понравился, но, может, кому-то покажется прикольным. Это уже тут на вкус и цвет. Вот вторая часть здесь просто огонь, да, конструкция to be going to. Это про будущее и про планы, собираться что-то сделать. Здесь прям авторы учебника избирали самые обычные решения, это планирование поездки, то есть, мы собираемся туда полететь, это сделать, потом вот это, третье. Ну, очень часто этот прием используется и в принципе в English File тоже, но он здесь хорошо исполнен. Громатика здесь легкая, ну, если вы только разобрались, куда ставить M, куда IS, куда R, тогда у вас проблем не возникнет, если разобрались. Вот, и говорение здесь довольно объемное, про планы, про будущее. Так, третья часть. Ну, здесь все построено на истории, где девушка, получается, пришла к предсказателю судьбы, там чередуется чтение с аудио, очень много вопросов, очень много работы с материалом, довольно приличный объем работы, я бы сказал, но отсюда можно урвать много лексики, да и, в принципе, закрепить ее. А грамматика такая ситуативная, типа, когда мы используем фразу to be going to, то есть, собираться что-то сделать, когда мы что-то предсказываем, то есть, вот-вот сейчас тебя собака укусит, или вот, собираются тучи, сейчас пойдет дождь по-любому, ну, и такие вот ситуации. 9 и 10 июня тест, первая страница, здесь все супер, никаких претензий, а вот вторая, текст мне не понравился от слова совсем, слишком он уж какой-то нагроможденный, ну, что поделать, если что, рекомендую только первую страничку проделать, но в качестве челленджа, ты не знаю, а зачем пропускать, если уж дан материал, надо делать, да, ну, ладно, идем дальше. 11 июня, наречия, супер грамматика, наречия, они нам нужны, они украшают нашу речь, делают вообще речи разнообразнее, соответственно, все задания крутятся вокруг образования наречий, использования наречий, вот, и все это хорошо скомпоновано здесь, то есть, задание супер. Вторая часть, очень важная, это когда мы соединяем два глагола вместе, как я хочу что-то сделать, или обещаю что-то сделать, или там мне нужно что-то сделать, да, там I want to do, I need to do, I promise to do, и там вот целый список был перечислен таких слов, а темой этой части вообще была bucket list, то есть, это список вещей, которые люди хотят сделать, точнее, успеть сделать до того, как покинут наш мир, то есть, наши мечты, наши планы, и, в принципе, здесь, как и в части говорения, и в части письма, есть где развернуться, и попрактиковаться, то есть, такая хорошая часть. Часть три, тут у нас шикарное говорение, на нем можно зависать долго, это я прям еще раз отмечу, ну, а темы этой части, интернет, телефон, и так далее, много слов, каких-то дополнительных, связанных с этой темой, а грамматика же посвящена определенному артиклю, довольно сложно разобраться поначалу, но как-то потом все ставится на свои места, текст здесь средненький, позволит некоторым людям поностальгировать жизнь, там, жизнь до интернета, ну, в целом, такой средний, нормальный юнит, часть, да, я именно вот про третью часть говорю. Так, дальше у нас была последняя часть, Practical English, это у нас возвращение домой, прощание, он весь был посвящен транспорту, вот, особо добавить нечего, здесь есть пара полезных фраз, да и сюжетная составляющая классная, все, Дженни возвращается домой, рок грустит, все плохо, но в то же время, они нас обучают английскому, не забывайте, что это всего лишь актеры, и актеры, эти молодцы. 12 юнит, ну, здесь, ребята, добро пожаловать в Present Perfect, знакомство с этим временем, в первой части мы только знакомимся с его образованием, и тут же нас начинают мучить третьими формами, вообще в 12 юнит неправильные глаголы, прямо они тут скачут туда-сюда, успевая их только ловить, до этого мы их не трогали, да, здесь прямо на нас навалили их от души, мол, на, учитесь, так сказать, при этом часть говорения довольно неплохая, ну, вторая часть 12 юнита, здесь у нас сравнение по Simple с Present Perfect, тут у вас может заболеть голова, ну, как я говорил в видео, это укладывается все только со временем, грамматика сложная, но в принципе материал подан довольно классно, тут вас прям ведут за руку, особо не ошибетесь, если будете смотреть внимательно на задание, ну, и часть, часть говорения тоже классная, есть где развернуться, есть что сказать, и вот заодно, может, потихоньку будет начинать понимание, куда нужно впихивать по Simple, куда Present Perfect. Третья часть, но это был последний урок, тут у нас миллион вопросов, миллион ответов, почитать, послушать, а затем для себя такой некий итог подвести, ответив на все вопросы, в конце нас ожидает документальный фильм про актрису, но тут на любителя, конечно, однако честно хочу English File похвалить очень сильно, обычно последние юниты в учебниках это ужас, вот до них правда никто не доходит, особенно если занятия групповые, группы обычно разваливаются к концу года, либо вообще не успевают до этого материала дойти, вот, а тут в English File, что 10, что 11, что 12 юниты, они все классные, они реально, вот правда классные, только есть одно но, здесь уже нас резко перестают жалеть, и прям наваливают много лексики, много каких-то непонятных моментов возникает, но знаете, как это воспринимаете, как знакомство, то есть вы сначала должны с этим познакомиться, а уже отработаете это все, там в курсе про интермедиа, там это дело подробнее разбирается, а вот про последний тест, ну тут кстати, тест за 11 и 12 июня, тут прекрасно все, да, он тоже хороший, он простенький, ну и за исключением части видео, там может быть могут возникнуть вопросы, а вот все остальное на самом деле супер, то есть если вы с ним справились, это значит, что вы прям на 100% готовы к переходу к про интермедиа, единственное, что я здесь придерусь, наверное, к чек-листу, довольно странный подбор вопросов, умеете ли вы это, либо то теперь, я бы вообще другие моменты здесь выделил, но все же как есть, ну сам тест хороший, ну а чек-лист это просто для себя, то есть тут вас никто не проверяет, это если вы научились, ставите галочку, не научились, ну научитесь потом, что ж, вот такое вот долгое путешествие получилось, и вот есть один момент грустный, да, теперь уже после этого опыта, конечно, хочется переделать полностью beginner, весь этот курс, и уже в таком же качестве, ну блин, время, где его взять, с одной стороны надо, с другой стороны наоборот, людям больше нужен elementary, pre-intermediate, потому что это два уровня, они самых противных, на которых чаще всего застревают, а для beginner, то информации море на самом деле, но в то же время, да, я бы многие моменты там переделал, особенно теперь вот с этим малышом, ну скорее всего, не знаю, не охота мне English File переделать, если честно, в принципе, можно для этих целей, потом и другой учебник какой-нибудь взять, мне просто хочется найти, какой-нибудь учебник, один из новых, где есть очень много видеозаписей, то есть прям с видео работать, обычно в ситуациях там с классом, с группой их тяжело реализовать, потому что и техника, и не везде есть прожекторы, и вообще в целом надо на паузы ставить, а вот так вот самостоятельно, когда у вас есть видео пред глазами, и какое-то задание, это прям супер ситуация, вот я вот ищу что-нибудь такое, именно учебники, где есть много видеозаписей, с которыми работать, А так, в принципе, ужас, на элементаре у меня ушло на этот курс, если посчитать, смотрите, первый урок вышел 8 мая, а последний получается 26 октября, вот я его доделал, а это у нас полгода где-то, то есть на два каких-то курса, если еще приплюсовать к этому beginner, вот я же первый урок выложил в ноябре, уже скоро будет ноябрь, у меня ушел год, а это я хочу еще отметить, что я же этот материал не собирал, мне его-то всего лишь надо разобрать и подать, то есть даже на это ушел год, это ужас, ну такие вот дела, ну что ж, ребят, потихоньку начинайте готовиться к следующему уровню, да, как только так сразу, как говорится, но мне действительно сейчас пока нужно, не знаю, сделать перерыв, или взять перерыв, а то я так аллергию к учебникам заработаю, еще раз напомню одну вещь, кому нужны разборы в workbook, то есть рабочие тетради, переходите на Boosty, там все 12 юнитов, они уже сделаны, выложили, все в хорошем качестве, все доступно, вот, это в принципе плюс-минус 10 часов материала, то есть такое выпускать нельзя, и еще раз хочу сказать всем спасибо, если что, не забудьте про телеграм, про группу ВК, все ссылки в описании, ну и надеюсь, кому-то эти ролики помогают, кому-то вообще очень сильно помогут, там разобраться с английским, либо просто чем-то себя занять, почему бы и нет, так, ну, все, наверное, до скорых встреч, и желаю вам удачи, good luck, and bye-bye, все, пока-пока, Субтитры создавал DimaTorzok, пока-пока.